здравствуйте уважаемые читатели и гости сайта заметки электрика после публикации видео про сравнение автоматических выключателей и к 60 н вот шнайдер электрик и в 4729 от и мне в комментариях стали поступать предложения сравнить более широкий спектр представленных на рынке автоматов в итоге мне удалось собрать следующие автоматические выключатели это автоматический выключатель sh 201l от и биби германия это у нас шнайдер электрик автомат айси 60 н производства франция это у нас тоже шнайдер электрик серии и к 60 н производства таиланд это у нас шнайдер электрик изи 9 производства индия это у нас в 4729 дек россия китай это у нас екф автомат 47 63 в 47 63 россия китай это у нас автомат в 4729 тдм россия китай и это у нас автомат эльверт z406 россия китай вот такой вот получился список участников данного эксперимента к сожалению это не все имеющиеся производители но тем не менее большинство из них в нем присутствует хотелось бы к списку еще добавить автоматы или гранд и хагер но что-то я не смог их найти в магазинах своего небольшого города ну видимо они у нас не очень пользуются спросом все эти автоматы имеют одинаковый номинальный ток 16 ампер имеет одинаковую время токовую характеристику c отвечающую требованию гост 50 345 2010 и имеют одинаковый отключающей способностью величиной 4 500 ампер то есть 4500 ампер за исключение двух автоматов от шнайдер электрик а и си 60 н и и к 60 н и автомата газ в м 63 1 но на суть сегодняшнего эксперимента отключающая способность нисколько не повлияет всего я планирую провести несколько экспериментов с данными автоматами и сегодня в первой части я начну самого как кажется простого но не менее очень важного параметра как испытание автоматов током 113 от номинального идея эксперимента следующая как вы видите все автоматы я подключил последовательно вот она идет установил перемычки напомню что у каждого автомата есть такое понятие как условный ток не расцепление и он всегда равен 1 13 от номинального тока так вот при таком токе автоматический выключатель не должен не должен отключаться в течение целого часа ну это касается автоматов с номинальным током менее либо равным 63 ампером у автоматов свыше 63 ампер при таком при токе при токе условного не расцепления автомат не должен отключаться в течение аж двух часов если вы смотрели мои видео про время токовую характеристику автоматов у меня там опубликовано пока два видео это характеристика b и характеристика c то вы знаете что точка условного не расцепления 113 всегда отображает на графике время токовой характеристики ну вот я для примера покажу вам график время токовой характеристики автомата характеристики c автомата вас 4729 вот и то есть вот этот график и вот она . . 113 эта точка условного не расцепления вот она здесь вот показано но это еще не все теперь нам нужно скорректировать номинальный ток наших автоматов так до ровно 22 градуса температура в помещении лаборатории находится на отметке 22 градуса что на 8 градусов меньше температуры 30 градусов относительно которой отображен график время токовой характеристики а значит нам необходимо ввести поправочный температурный коэффициент окружающего воздуха он обозначается индексом к т то есть согласно графика вы его увидите верху экрана нам необходимо умножить номинальный ток нашего автомата вернее всех наших автоматов на величину 103 в итоге получается что наши автоматы имеют номинальный ток не 16 ампер а 16,48 ампера то есть это уже номинальный ток автоматов с учетом поправки на температуру на температурный коэффициент окружающего воздуха таким образом для нашего испытания при прохождении через все наши автоматы тока величиной 1,13 от номинального теперь это значение будет составлять не 18,08 ампер а 18,62 ампера то есть один 13 умножаем теперь не на 16 ампер а на 16,48 ампера и получаем величину 18,62 ампера то есть при таком токе автоматы не должны сработать то есть работоспособные и исправные автоматы не должны сработать в течение целого часа то есть 60 минут я буду прогружать автоматы данным током естественно что если какой-то из автоматов отключится раньше то по данному испытанию он будет сразу же забракован а да еще забыл сказать что автоматы я разместил специально на некотором расстоянии друг от друга чтобы исключить влияние нагрева от соседних автоматов естественно что некоторое влияние все-таки будет главное что все автоматы находятся практически в одинаковых условиях во время эксперимента с помощью тепловизора я буду периодически контролировать температуру нагрева автоматов при длительном протекании тока приближенного к номинальному ну сейчас вот ничего не видно температура показывает максимальную на экране 25 градусов пока никаких вот отличий not особых отличия не вижу он какие-то пятна есть там небольшие я думаю будет очень интересно знать ведь автомат может работать весь строк своей службы на токах близких к номинальным вообще не отключаясь поэтому при ненадлежащем качестве силового контакта автомата то есть экономия на применяемых материалах плохое усилие контакта или уменьшенная площадь меньшая площадь контакта то есть такие автоматы будут греться гораздо больше да и вообще интересно узнать насколько и как именно происходит отвод и рассеивание тепла у автоматов и так устраивайтесь поудобнее эксперимент начинается в общем подключил источник тока включил все автоматы навел ток 18 ампер сейчас буду его в процессе корректировать но наверное вот оставлю в районе 18 и 3 все-таки пусть будет такая небольшая фора ну и все будем ждать течение часа периодически я буду включаться чтобы измерить температуру нагрева наших автоматов так ну про устройство ритон 21 я уже неоднократно рассказывал вам на других видео поэтому сейчас на этом останавливаться не буду в общем прошло всего 160 170 секунд и хотел бы вам показать нагревы вот общая картинка максимальная температура нагрева составляет уже на одном из автоматов 45 градусов это автомат тдм так цвета как-то не очень передаются поэтому я на тепловизоре сделаю снимки и потом их прикреплю к видео время прошло 300 секунд ну средняя температура где-то от 40 до 50 градусов имеется где-то 37 где-то с небольшим 46 42 46 где-то уже за 50 ну будем смотреть в общем прошло порядка 1700 секунд все автоматы еще находятся в работе ни один не отключился 1700 1800 секунд это почти половина даже чуть больше что могу сказать по температуре в общем выявилось у нас два лидера это автомат газ и автомат тдм их нагрев находится на максимальной отметке порядка 80 даже чуть больше 85 градусов остальные автоматы греются чуть меньше не чуть меньше а меньше то есть порядка 50 60 градусов то есть разница сейчас между ними составляет около 20 градусов ну вот посмотрите сами вот видите 87 градусов это автомат тдм где стоит курсор вот а вот соседний с ним такая же температура от 70 до 80 ждем далее может быть кто-нибудь из автоматов соизволит отключиться чуть раньше будем ждать ну что вот уже подходит 3 600 секунд то есть это час ток составляет 18 6 ну чуть меньше чуть больше он там был 18 3 18 2 18 4 по-разному так что могу сказать ни один пока из данных автоматов не отключился то есть можно смело сказать что заявлены характеристики заявлены время токовые характеристики производителям и исполнение самого автомата соответствует гост 50 345 2010 то есть они действительно при номинальном токе вернее при 1 13 от номинального тока данном случае 18 ампер с небольшим не не отключаются не отключились в течение целого часа но с помощью тепловизора удалось выяснить наиболее нагретые автоматы так и вот самая у нас самая большая и высокая температура замечена у автомата тдм вот у него вот в этом месте самый большой нагрев девяносто один градус рядом у нас автомат эльверт у него посмотрите всего шестьдесят шесть что ли градусов но я их каждый автомат я просмотрел в отдельности с обоих сторон и еще у меня есть замечание по автомату указ по моему с другой стороны если не ошибаюсь если не ошибаюсь восемьдесят семь градусов восемьдесят три восемьдесят четыре восемьдесят четыре так но остальные автоматы более менее то есть это что у нас так это у нас тдм касс это у нас екф видите кэф не сильно у нас греется это у нас ек всего пятьдесят восемь градусов шестьдесят это у нас изи девять тоже шестьдесят градусов ну и так далее вот заметил самую горячую точку у автомата и биби то есть порядка шестидесяти девяти градусов вот в этом месте ну вот с этой стороны вот так вот вот сюда смотрите наверх где семьдесят три градуса сейчас это максимальная температура экрана то есть на экране кстати восемьдесят градусов 70 градусов ну и вот мы опять вернулись к нашей девяносто три градуса у тдм так ну что в общем как и говорил у нас два лидера это у нас тдм девяносто три градуса а может быть и больше я посмотрю уже на компьютере на диаграмме спектральной дальше у нас касс хорошо греется у изи девять некоторые точки есть достаточно горячие и биби у нас шестьдесят восемь градусов остальные также примерно шестьдесят три шестьдесят семь шестьдесят восемь порядка семидесяти градусов что хочется отметить на данном этапе да характеристики как я уже сказал время токовой характеристики данных автоматов соответствует ГОСТ и при токе 1.13 от номинального автоматы не отключились то есть держит свой необходимый ток нерасцепления но одни автоматы держат его с одной температурой нагрева то есть пятьдесят шестьдесят семьдесят градусов а другие автоматы держат его с температурой восемьдесят и девяносто градусов ну здесь что я скажу выводы очевидны то есть это уже на ваш выбор смотрите зачастую многие жалуются что установленный автомат не держит нагрузку то есть срабатывает раньше чем ему положено ну опять же вот не в нашем случае особенно данный феномен приходится наблюдать в жаркую погоду порой данное мнение является ошибочным так как при подобном поведении автомата неизвестен реальный ток ток в цепи да и температуру окружающей среды почему-то всегда забывают учитывать при определении порогов срабатывания ведь для этого необходимо вводить поправочные коэффициенты как я и делал которые предоставляет производитель в своих паспортах и нечего удивляться что автомат например 16 ампер не держит нагрузку 16 ампер когда температура в щите шкалит за 50 или 60 градусов сейчас на этом останавливаться я не буду а расскажу наверное об этом в отдельном видео естественно что есть и реальные случаи когда автомат действительно отключается раньше положенного времени и естественно он требует замены что касается нашего случая как вы видите вот уже кстати ток 18.5 время 4000 секунд то есть это уже больше часа прошло как видите ни один автомат еще пока не отключился в общем это было только начало так сказать первая часть эксперимента в следующем видео я буду проверять этот этот же ряд автоматов токами 1.45 от номинального то есть это током расцепления дальше проверим несколько точек на кривой графика то есть точку 2.55 там допустим 4 кратный ток возьмем ну посмотрю по ходу эксперимента ну а затем прогружу данные автоматы гораздо большими токами вплоть до 1000 ампер ну хотя посмотрим сколько вообще позволит нам выдавить устройство при конкретном автомате ну планирую прогрузить их токами до 1000 ампер поэтому чтобы не пропустить выход новых видео обязательно подписывайтесь на канал заметки электрика продолжение следует кому понравилось видео ставьте лайки спасибо за внимание до новых встреч до новых встреч